Wake Up! С вами Вова Кэс. Подписывайтесь, новые зрители, будете в курсе интересных новостей. Ставьте лайки и дизлайки, пишите комментарии и приятного просмотра. Руслана Тушенцова осудили за коллапс с Андреем Нойлсом. Морган Штерна обвиняют в плагиате нового мерча. А Халбери раскритиковали трек Юли Гаврилиной. Девушка в лазе КА4 Юлия Годунова выпустила новый клип «Африка». Растворяешь над Африкой, над Африкой. В целом фанаты довольны. Но много и тех, кто пишет, что клип выглядит очень дешево. А вокал просто ужасный. Халбери выпустили обзор на треки популярных тиктокеров. В ролике они обсудили тексты песен Дани Милохина, Ани Покров, Володи XXL и Юли Гаврилиной. Трек Юли они раскритиковали. Почему жу-жу-жу? Сначала строчки про алкоголь, а потом школа. Но в целом это навязывание каких-то очень плохих ценностей. Я ставлю 4. За строчку с пинг-понгом полтора. Напомню, что ранее друг Халбера Игорь Синяк негативно высказался о творчестве Гаврилиной. Песня реально обоссанная говно. Неужели нельзя было найти нормального автора, кто бы написал классную песню? После этого его начали хейтить ее фанаты. Юля, забери их от меня, иначе, блядь, вам всем пизда будет, понятно? Некоторые считают, что ролик этот Халбера записали только ради того, чтобы засрать трек Гаврилиной и тем самым поддержать Синяка. Сами они и не скрывают, что все с подачи Игоря. Давайте начнем с первого трека. Это будет спецзаказ от Игоря Синяка. Жу-жу. Что скажете? Справедливо? Моргенштерн выпустил новую коллекцию мерча. Какой это мерч, блядь? Это охуевшая самостоятельная коллекция одежды. Все бы ничего, но в сети его начали обвинять в плагиате. Похожий мерч есть у американского бьюти-блогера Джеймса Чарльза. Бабочки, голубой цвет и эффект пятен от хлорки. Кстати, также похожий мерч и у Даши Каплан. Ну, с Моргенштерном все понятно. Тут более интересно, что Моргенштерн не сплагиатил. Более того, многие жалуются на цены. Штаны за 5500 и рубаху за 5000 далеко не все могут себе позволить. Но, по словам Алишера, такого стиля за такие бабки нигде нет. Наконец-то ты сможешь выглядеть охуенно за небольшой ценник. Я все делаю охуенно. Треки охуенные, фиты охуенные, клипы охуенные. Время мерча. Неожиданно для всех Руслан Тушенцов появился в ТикТоке Андрея Нойлса. Многие начали осуждать его. Пишут, что Руслан должен угорать над такими персонажами, а не тусить с ними. Некоторые считают, что он утерял хайп и пытаются вернуть его с помощью популярных сейчас людей. То клипы с инстасамкой выпускает, то подкасты с Кариной Ракелян делает. Некоторые фанаты в нем разочарованы. А вы что думаете? Я вот думаю, что вообще похуй. Пусть делает, что хочет. Ну а на этом моменте я скажу вот что. Нажмите сюда, да посмотрите предыдущий выпуск. Интересные новости, мне кажется. Поставьте лайки и дизлайки. Всегда пишите комментарии. Всем пока.